Война дронов. Так, сегодня уже говорят о специальной военной операции на Украине. С их помощью проводят разведку, корректируют огонь, сбрасывают снаряды и даже берут в плен в поле боя. Но птицы из металла, необходимые в мирной жизни, они могут доставить груз, спасти утопающего и устроить великолепное шоу. А где еще нужны беспилотники? Какое будущее у этих технологий? Вот об этом сегодня. Это вечерний хэштег в студии Игорь Жариков. Анна Скорнякова, мы начинаем. Ну и начнем, конечно, с самого главного. Представим гостей первой части нашей программы. Итак, человек, который помогает разобраться в технологиях БПЛА, инструктор учебного центра «Щит России» Кирилл, эксперт, которому мы доверяем военные вопросы, председатель Тюменского городского отделения Союза десантников России Евгений Бондаренко. Следующие гости знают все о производстве и перепрошивке дронов. Член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, модератор тематической площадки «Цифровая экономика» Артем Хасанов и разработчик группы инновационных технологий Западно-Сибирского тренингового центра ветеранов сил спецназначения Дмитрий Михайлов. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Ну и у наших зрителей тоже есть возможность и не только присоединиться к разговору, а еще и получить подарок от вечернего хэштега. За самый интересный вопрос вот такой iPad. Все просто. Заходите в официальную группу Тюменского времени, в ВК, под трансляцией программы «Успевайте за час написать вопрос», наши гости выбирают самый интересный и отвечают на него. Вышедший финал лучшим комментарием. Присвоим порядковый номер, а генератор случайных чисел выберет победителя. Ну и всем удачи. Да, конечно же. Желаем всем удачи. Давайте начнем наш разговор. Беспилотники можно считать главным инструментом современной войны. Как они меняют тактику, стратегию боя? Может ли украинский кризис стать прологом всех будущих вооруженных конфликтов? Я хочу от каждого из вас услышать конкретный ответ. Кирилл, давайте начнем с вас. Они очень сильно кардинально изменили тактику ведения боя. Конечно же, они повлияли на всю картину боев. Такого не было. Это впервые, когда такое применение именно в военных конфликтах? Ну в таком массовом что ли порядке? Были раньше БПЛА и СТРИЖ. Вы слышали, как СФУ, ну украинцы они запускают, и он летит. Его переделают. Он не так раньше не мог летать. Ну то есть они могут это сделать. И мы поняли, что сейчас, сейчас именно наш противник дал огромный толчок к этому, что он использует БПЛА, он к этому готовился, он целенаправильно это делал. Соответственно, мы дали ему отпор. Но мы все равно сейчас, к сожалению, в роли догоняющих. Не хватает операторов, не хватает дронов, не хватает, я бы даже больше сказал, понимание наверху, что нужно это двигать, нужен локомотив. Пока мы будем стоять на месте и... Ну то есть нам не нужно, как это, знаете, есть история, чтобы обогнать, надо не просто бежать быстрее, а там как бы просто очень-очень-очень быстро двигаться уже с какой-то сверхзвуковой скоростью. Евгений, вы согласны с тем, что сейчас беспилотники, ну вернее, то, что происходит с беспилотниками в зоне СВО, это отработка новых технологий для будущих каких-то столкновений? Да, безусловно, но я бы хотел акцентировать вот еще внимание на чем. Мы в широком понимании должны понимать, что беспилотные летательные аппараты – это не вся беспилотная техника. Есть куча беспилотных управляемых систем, которые, допустим, наш военно-промышленный комплекс, да, там научно-исследовательский институт, один «Спектр», сейчас они говорят о том, что вот они провели разработку и уже отработали беспилотную боевую машину пехоты, и говорят о том, что в течение 10 дней беспилотную управляемую систему они могут поставить практически на технику любого класса. Мы можем говорить о беспилотниках в целом. Это не только… Конечно, у нас есть машина разминирования, уран, по-моему, называется. Вот сейчас новый его так называемый дрон – это беспилотная управляемая система под названием «Южик». Да, я про него читала, мне им нравится название. Да, у нас всегда с названием было все хорошо. Значит, на дальность 5 километров он может доставлять боеприпас весом 5 килограмм. И его огромное преимущество в том… И, скажем так, не преимущество, а предназначение. Он предназначен для уничтожения бронированной техники. То есть это не только боевая машина пехоты, это и танк, но и также можно уничтожать и какие-то сооружения. Вот. В этом смысле война новая, новые вехи войны вписываются. И я так понимаю, что за беспилотной управляемой системой вообще будущее введение боевых действий, и не только боевых действий. Это, да, как вы уже сказали, доставка грузов, оказание помощи и в целом перестарение логистической системы. А вы согласны, что мы сейчас догоняем? Нет, не согласен. Вы думаете, что мы, в принципе, имеем беспилотные… Это наравне или мы идем впереди? Вот здесь тоже важно понимать. Я вам скажу так, вот я специально готовился к этой программе, я почитал, значит, отзывы и оценки специалистов, причем не только наших специалистов. Но наши беспилотные летательные системы, они входят в тройку лидеров. И по некоторым пунктам даже… Опережают. Да. Алан-10, допустим, это беспилотная летательная система, одна, которая… Дальность полета у нее до 250 километров, то есть автономного полета больше 10 часов она может проводить не только разведку, а аналитику. И в этом смысле… Там куча критериев. Ну да, да. Мы, кстати… И разработки ведутся. Сама суть беспилотной любой управляемой системы – это координация действий с остальными. С авиацией, с артиллерией, с пехотой. Ну то есть сделать один классный беспилотник – это еще ни о чем не говорит. Нужно, чтобы он смог взаимодействовать с этим системой. Нужно создать, да, чтобы звеном стал системой. Что касательно боевых подразделений, которые оснащены на профессиональном уровне беспилотными летательными аппаратами, в воздушно-десантных войсках эти подразделения существуют уже давно. Другой вопрос, что мы столкнулись с массовостью. Мы не ожидали, что вот эти беспилотные летательные аппараты гражданского образца не будут переквалифицированы и переделаны в боевые единицы. И с такой массовостью мы… Ну тут никто не ожидал. Никто не ожидал. И в этом смысле, да, сейчас пишутся новые вехи в истории. И, как Кирилл сказал, тактика боевых действий меняется. Уже с учетом вот этих беспилотных систем, я подчеркиваю, систем. Губернатор Александр Мор отметил в своей страничке, в соцсетях, что квадрокоптеры уже давно стали важнейшим инструментом, о чем мы сейчас говорим, с помощью которого наши военнослужащие в зоне СВО успешно выполняют боевые задачи. Беспилотные летательные аппараты регулярно поставляются в тюменские батальоны и помогают сохранить жизни наших земляков на фронте. Дмитрий, вы разрабатываете, сейчас, наверное, может быть, громко прозвучит собственный прототип дронов. Они уже есть в зоне СВО? Они действуют? Проходят вот это вот боевое, так сказать, крещение? В ближайшее время они направятся в зону СВО нашим товарищам, которые уже там. Собственно, мы и начали с этого запросов наших товарищей, что им необходимы данные средства. У нас прототип, у нас не совсем прототип, это платформа, который позволяет из любого коммерческого дрона сделать более защищенную, более функциональную версию беспилотника. А, то есть на нее устанавливаются модули, защиты? Да, грубо говоря, мы используем коммерческие элементы, аппаратуру тоже, и прогоняем через нашу плату, и она становится более защищенная, более функциональная. Ну что, им надо все равно управлять. Евгений, как сегодня формируются батальоны БПЛА? Это один человек, это группа людей, много ли желающих вообще? Вообще, касательно нынешней обстановки, я скажу вам так, воздушно-десантные войска, это целые подразделения. Это не может быть один человек, как всем там кажется, с ноутбуком, это целый комплекс специальных сооружений, которые обеспечивают работу беспилотников. Вообще, беспилотный аппарат, это не в нашем понимании вот этот летающий дрон, это большая система. Дрон, да, он мобильный, то есть его может использовать разведчик в своих условиях, держа его в рюкзаке. Это локально, это не на долгое время. Конечно, это решит наличие маленького беспилотника в любом пехотном подразделении, может решить исход боя и спасти жизни солдат. Это самое главное, в чем их необходимость и массовое тиражирование. А в целом беспилотная система, это целый комплекс, это единица техники, это необходимое программное обеспечение, это высококвалифицированные специалисты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного перехвата. Говорить о том, что это вот так вот легко, это на самом деле нет. Ну где есть атака, там есть и защита. Эти подразделения, они есть, они работают, они функционируют, справляются своими задачами на 5 с плюсом. И поверьте мне, не все так, как говорится, плохо в плане догоняемости или опережаемости. Тут вопрос не в соревновании, тут в качестве. Вот про качество, да, давайте поговорим. Если есть, вот уже Игорь начинал этот вопрос, Кирилл, если есть атака, значит должна быть защита, правильно же? Сегодня как принимают системы поиска и уничтожения, ну вражеских, назовем это БПЛА, и насколько они эффективны? Ну у нас на фронте это все есть, мы их обнаруживаем, подавляем, уничтожаем, очень много, и эффективность есть, но не на всей линии фронта. Не хватает этих средств, не хватает те же, но там, где они есть, дроны не летают практически вообще. То есть вражеская сторона все-таки экономит. А в этом плане, если оно есть, оно хорошо отрабатывает свои задачи? Ну ПВО это чуть-чуть, это прям, знаете, как молот. Веское слово, как бы тут ничего не скажешь. А есть РЭП, она работает, и причем она, раньше это были хорошие такие, достаточно громоздкие комплексы, сейчас это более мобильные, буквально каждый солдат может использовать этот инструмент РЭПа подавления. Но не всегда он действует во благо. Почему? Потому что противник видит это действие и понимает, что там вот есть устройство РЭП, и наносит туда артиллерийский удар. То есть тут постоянно есть... Надо как-то поступать, разрабатывать новые, тоже системы. Ну вот, собственно, про разработки. Артем, вопрос у нас от нашего зрителя, Анастасии Палкиной. Как увеличить количество дронов и сократить их поломку? Вы же как раз занимаетесь перепрошивкой. Есть ли возможность как-то на это повлиять? Как на это повлиять? Ну, вся вот эта вот специальная военная операция, она показала, что бесплотные летательные аппараты, они у нас были давно, но массовость, она у нас получилась за счет использования бытовых, то есть гражданских летательных аппаратов, вот этих вот дронов. Но перепрошивка — это модернизация гражданских дронов? Это, так скажем, настройка для того, чтобы они могли использоваться в рамках СВО. То есть если мы берем простые гражданские аппараты, у них все равно есть свои ограничения и по дальности полета, и по высоте, и по бесполетным зонам, то мы это немного исправляем, и их уже можно будет использовать в зоне СВО. Вообще стоит их как-то, ну вот, я не знаю, там поломка, не поломка? Может, к ним относиться, что это расходный материал? Но по факту это и есть расходный материал. Не совсем. Если мы берем БПЛА как барражирующий боеприпас, то это расходный материал. Он улетел в одну сторону и уже никогда не вернется. И как бы это и есть хорошо. Если мы берем дрон как с целью проведения разведки, корректировки огня артиллерии, то это, соответственно, и оптический комплекс, это достаточно дорогой такой прибор, и это не одноразовый. Но и лучше бы его сохранить. Есть вероятность его перехвата, да, то есть как бы есть методы противодействия, его надо возвращать и использовать повторно и повторно. Вот многие считают, что да, отпустили и улетел. Я вам хочу добавить, как только техника выезжает на боевую задачу, любая, ее сразу же списывают. Чтобы потом не расстраиваться. То есть если танк расходник, то даже дрон, любой, да, он дорогой, но это тоже расходник, это надо понимать. Должно быть, все будет в запасе. Не надо думать, что если он дорогой, к нему надо, соответственно, относиться. Я согласен, да, его надо беречь. Но противник, он не пальцем деланный. Он хитер, он обковарен, он опасен. И у них есть средства. Все НАТО вкладывается в Украину, чтобы нас победить. Понимаете? А там эти средства есть. Хорошо, смотрите. Вот вы сейчас затронули эти тему. Тогда я вас спрошу. Есть цитата секретаря СНБУ Украины, Алексей Данилов. Все его, я думаю, уже выучили и знают, что в скором времени у ВСУ появится целый рой дронов, он заявил, и которые могут осуществлять удары на большом расстоянии от места своего запуска. Их будут тысячи, предупредил он. Ряд аналитиков полагают, что контрнаступление в УСУ будет именно с применением роя дронов. Как вы относитесь к этим прогнозам? Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Посмотрите ролики, красивые ролики, как в Китае празднуют праздник. Это да. С дронами. Что мешает его сделать военным? Ничего, только желание. Пожелают, сделают. А DJI, вот эти коммерческие дроны, которые номер один сейчас на СВО, это китайский производитель. Это та система, про которую вы говорите, вот этот рой дронов? Вообще система беспилотного управления, она не только может управлять летающими объектами. В любом случае систему можно адаптировать под любой беспилотный аппарат. Будь то танк или еще что-то. Вы задали вопрос, как относиться к этим заявлениям. Но к заявлениям со стороны Украины надо всегда относиться скептически и с огромной иронией. Люди, которые представляют эту страну и мысль вот этих граждан, я не буду их называть тем, кем они на самом деле называются, она недостойна даже никакого обсуждения. Это по большей части блеф. Но говорить о том, что невозможно той же атаке дронов, как Кирилл говорит, говорить нельзя. Но я думаю, у нас к этому все подготовлено. Почему? Мы не можем сделать то же самое. У нас задачи и цели другие. Нам атака, как таковая, для того, чтобы уничтожить полностью все, что там находится с той стороны, она нам не нужна. Потому что мы освобождаем граждан от этого гнета нацистского. Что касательно, что они могут направить в нашу сторону, мы уже много чего слышали. Мы слышали про танки, леопарды, которые тонут в болоте. Теперь мы видим это. Которые горят там у них на дорогах. Там еще что-то. Бегут из этих танков. Они только выезжают. Экипажи там немецкие, польские. Они бегут впереди танков от этих танков. То есть, ко всем этим заявлениям, да. То, что сейчас по всем канонам военной стратегии сейчас приходит время для наступления, да, сейчас растает снег, да, где он был, высохнет вода, появится зелень, да. Это прекрасное время для маневров. Но не полномасштабных, как мы говорим. Линия протяженности, линия фронта у нас очень большая. Мы должны рассуждать стратегически очень правильно. И для того, чтобы на одном направлении устроить наступление, значит, надо оставить без резервов другую часть фронта. Поэтому дроны... Ну, мы сегодня понимаем в любом случае вопрос преимущественного воздуха, преимущественного воздуха. И, как мне кажется, России есть, что противопоставить. Да, конечно, есть. Пока что. Говорить о том, что они там кучу дронов, ну, вот, это не только у них. У нас вот на День Победы в Москве прекрасные экспозиции, да, там, в Волгограде я видел, Мать Победы, да, из дронов, составленные из этих сетей, ну, полетит это тысяча вот этих жужжащих элементов. Ну, я думаю, что сойдемся на то, что, имеем в виду, да, и готовимся. Смотрите, жужжащие элементы. В России, в России, я хочу вам напомнить, уже прямо сегодня создаются разведывательные, ударные, тактические, оперативно-тактические дроны и многое другое. И, собственно, одним из самых удачных считается форпост. Давайте расскажу. Изначально он был предназначен для разведывательных и поисковых операций, но уже в 2019-м был модернизирован в ударный дрон на внешней подвеске под крылом беспилотника. Разместили две небольшие ракеты. Главная гордость отечественной беспилотной авиации дрон «Охотник». Он разработан в конструкторском бюро Сухого и относится к классу тяжелых аппаратов. Главная особенность «Охотника» — незаметность для радаров противника. Эффект невидимости создается благодаря особым материалам корпуса и конструкции с плоским соплом. Дрон может поражать наземные и воздушные цели, а также работать в связке с Су-57, то есть быть глазами и ушами российского истребителя. Это позволяет увеличить боевой радиус и расширить зону воздушного пространства Су-57. То, о чем мы говорили, должны работать в связке, и он является полноценным звеном воздушного слоя. Я могу еще добавить, есть еще корректирующие авиабомбы. Да, это тоже беспилотный летательный аппарат. И управляемые, планирующие авиабомбы. Поэтому говорить о том, что в каком-то моменте мы там где-то отстаем, мы просто не... Вы понимаете, есть такие вопросы, о которых мы там, да, я как человек военный говорю вам, что подлежит грифу секретности, там, военный... Ну, то есть мы не рекламируем, мы не афишируем. Нет, так вся эта информация есть в открытом доступе. Я вам сейчас говорил, и мы сейчас говорим про то, что есть в открытом доступе. Даже более того, есть специальный рейтинг, я хочу зачитать. Понятно дело, но это невозможно сделать какой-то беспристрастный анализ этого всего. Вот рейтинг современных БПЛА. Итак, внимание, за основу были взяты там основные какие-то летные характеристики. То есть полезная боевая нагрузка, автономность, дальность полета. Так вот, на первом месте оказался российский С-70 «Охотник», о котором я вам буквально минуту назад рассказал. На втором месте британский «Абайя Системс Таранис». И только на третьем месте МКУ-9 «Риппер», который стоит на вооружении ВВС США и НАТО. Хваленый турецкий «Байрактар» вообще оказался на восьмой строчке. Ну, собственно, о чем это говорит? О том, что он не есть тема. Самое главное, что все наши разработки, все наши научно-технические инновации, они отрабатываются на поле боя. И совершенствуются. И в этом смысле необходимость применения их, да, как Кирилл говорил и других ребят, они необходимы для того, чтобы беречь жизни наших военнослужащих и наших солдат. И тут, да, мы говорим о том, что стоимость оборудования решающую роль не играет. Человеческая жизнь, она бесценна. Тем более, жизнь патриота и защитника нашего Отечества, она бесценна. Поэтому все, что делается, все совершенствуется и двигается вперед. Я полностью согласен. Но это все военные разработчики. Дмитрий, вот вы гражданский, по большому учету, человек. Что вас подвигло вообще заниматься разработкой дронов для наших солдат в зоне СВО? Ну, в первую очередь, потребность наших товарищей, потому что случилась ситуация, им срочно нужно. Но обеспечить можем только мы пока. То есть инициативная группа, которая оперативно среагирует, соберет, разработает, отправит. Вы все требования солдат учитываете, все, что они присоединят, какие-то свои идеи туда интегрируете? Да, да, да. Вот как раз мы можем, мы подошли комплексно. То есть мы разработали платформу, на которую можно собирать уже различные коммерческие комплектующие. И оно будет работать защищенно, дальше и лучше, больше. Хотелось бы поговорить с вами уже после того, как пройдут боевое крещение, ваши дроны, конечно, все плюсы и минусы. У меня, знаете, вот мы тут говорим, это все прекрасно. Я добавлю ложку дегтя, я думаю, что здесь меня поддержит эта сторона в студии. Если все было бы так, ну уж совсем хорошо, наверное, вы бы не занимались перепрошивкой. Вы же занимаетесь этим, и как вы их перепрошиваете, и много ли вы дронов, где вы их берете для этой перепрошивки? Ведь получается, что есть необходимости, есть дефицит. Это вопрос, чего они производства? Конечно, да. Да, мы услышали прекрасный рейтинг, где наш отечественный беспилотный летательный аппарат, взлетная масса и несколько десятков тонн, стоимостью несколько десятков или сотен миллионов рублей. А на линии фронта мы видим домашние коптеры стоимостью 30, 40, 50, ну там дорогие с тепловизорами там 300 тысяч. Вот именно как бы и они позволяют, и в том числе там не рой, как вот вы сказали, там разом много, но нескончаемый поток, в принципе, их организовать можно. То есть как бы там, как барражирующие боеприпасы. Да, именно потому что... А вообще тяжело их перепрошить? Сколько времени уходит? Зависит от аппарата. Аппараты все разные. Производители тоже как бы стараются эту процедуру несколько усложнить. То есть с началом специальной военной операции. То есть раньше было легче, сейчас чуть-чуть потяжелее становится. Но как бы у нас тоже такое комьюнити, так скажем, там сообщество, товарищество. Как бы ищем подходы, программируем, паяем, все приводим в соответствии. Это вот в России такие хитрые инженеры? Или со стороны ВСУ ровно то же самое происходит? Просто что привести в боевое состояние гражданский дрон? Да, даже не то, что привести в боевое состояние. Так скажем, гражданское, маломерность, вот суда гражданские, так их назовем, бесплотные. То есть наше законодательство, оно очень такое консервативное, не позволяет там летать в определенных зонах. И некоторые как бы... Мы это очень хорошо знаем. Да, да, да. Получить разрешение, как вы знаете, да, там где-то полетать, где-то нельзя. Но люди у нас такие, как бы тянутся к семоному. И поэтому вот эти вот методы, да, методы, они как бы разрабатывались до, еще в СВО, а сейчас они нашли свое применение уже в части адаптации дронов. Зампред СовбезРФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников. Уже налажено производство разведывательных БПЛА и дронов Камикадзе. Также нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолетов. Вот здесь еще есть чем позаниматься. Хотя несколько образцов, которые уже идут в серию, у нас тоже существует. Уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев, сказал он журналистам. Очень, очень хочется, чтобы вот от этих классных очень слов, да, от этих замечательных рейтингов мы переходили к делу. И самое главное, чтобы мы это видели на поле боя, не приходилось перепрошивать. Я за наши разработки. Здорово, что у нас есть такая тоже история. Но, конечно, хочется, чтобы ВВП двигалось так же здорово и классно, как и все остальное. Спустите, у нас есть буквально гражданский вопрос. Квадрокоптер – это тот же дрон или есть какая-то разница? Кто сможет четко ответить на этот вопрос? Яна Валеева задает его. Дрон – это более широкое понятие. Квадрокоптер более специализирован. Квадрокоптер – он летает. Дроном может быть не обязательно летающий объект. То есть дрон – это беспилотная платформа. Да, это может быть… Ну, наш ежик, да, который поехал. Не ежик, который поехал. Квадрокоптер, который полетел. Амфибия – подводная лодка, которая поплыла. То есть дрон – это более широкое понятие. Ну, тут еще в названии квадро-4, то есть это спецификация дрона. Да, да. Есть электрокоптер, есть с двумя винтами. Ну, все их называют «птички» на ИСВО. Птички, да. Так там даже проще. В этом смысле, да, вот ребята, коллеги говорят, в этом смысле, конечно, не только само техническое сооружение играет решающую роль, но и человек, который управляет. Для того, чтобы правильно управлять, вот Кирилл занимается этим вопросом, необходим специалист. То есть это не просто полетели, а в условиях выполнения боевой задачи это может стоить человеку жизни. Поэтому я довольно скептически отношусь ко многим там разработкам, потому что ошибка на поле боя всегда стоит чьей-то жизни. И иногда зависит успех операции от слаженности действий и от технических приспособлений. Ну, в истории России точно были такие славные военные победы. Давайте выберем самый интересный вопрос. Вот у нас была, значит, и госпожа Палкина, как увеличить количество дронов, сократить их поломку. Ну и вот, собственно, от Яны квадрокоптер, тот же дрон или нет, разница. Из этих двух вопросов надо выбрать один. Поступали еще вопросы. Просто по ходу беседы, да, они больше для второй части подходят. Давайте, что мы выберем? Ваши, первый, конечно, вопрос. Первый. Также первый. Поддержу коллег. И сегодня день воинской славы, сегодня день победы Александра Невского в Ледовом побоище, если вы помните. Вот я сегодня про славную историю не просто так заговорила. Евгений, вы всегда нас поздравляете, нам это очень приятно. Мы зрителей тоже поздравляем и Анастасию Палкину, потому что она выходит в финал и может выиграть iPad. На этом наш разговор в этой части программы закончился. Всех благодарим. Уходим на небольшую паузу, проговорим про мирные дроны в следующей части программы. Оставайтесь с вечерним хэштегом. Спасибо. Спроси и получи iPad. Задай вопрос гостю вечернего хэштега и выиграй новый, классный, стильный планшет. С 3 апреля по 3 мая смотри вечерний хэштег в прямом эфире в ВК. Ставь лайк и пиши вопрос под постом с трансляцией. В конце программы эксперты шоу выберут лучший, и именно ему присваивается порядковый номер. В конце месяца загружаем в рандомайзер все номера и определяем победителя. Самое классное, вопросы можно писать хоть каждый эфир. Не забывай оставить лайки. Спроси, выиграя iPad. Вечерний хэштег дарит подарки. Только небо квадрокоптить, как в России, применяют беспилотники. Разбор полетов, что мешает развитию новых технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова